Друзья, всем привет! Нахожусь в квартире 30 метров квадратных. Черновая отделка окончена. И уже сделана электрика. И сейчас предстоит сантехника. Дверь будет под замену. Это от застройщика. Заходим в квартиру и направо у нас гардеробная. Гардеробная просторная, объемная. Здесь вот дверного проема нету. А вот сделано вот так. Смотрится просторно. Налево санузел. Санузел совмещенный. Штукатурка цемента песчаная. Она не боится влаги. В этом месте будет душевая кабина. Места немало для нее оставили. Здесь зарисовки. Электрик рисовал, сантехник. Будет бойлер. Затем Есть у нас полотенце-сушитель. Во всяком случае, выводы для него. Он будет электрический. Принудительная вентиляция. Подсветка. Подсветка зеркала. Стиральная машина. В общем, все красиво влазит. И вот такой есть уголок. Но это мы сделали специально. Сэкономили место в квартире. Санузла вырезали. В квартире сэкономили. И сюда как раз должен красиво влезть в холодильник. Выведена розетка под него. Под холодильник. Так как квартира не очень большая, старались все максимально продумать и задействовать. Здесь будет кухня. Тоже все разрисовали. Духовой шкаф. Варочная панель. Будет подсветка кухни. Подсветка фартука. Посудомоечная машина. В общем, все. Опять же сюда красиво влезло. В этом углу будет кровать. Подсветка с потолка будет падать. Зона отдыха. Здесь диван. Ну а здесь телевизор. Проходной выключатель будет. Люстра. Подсветка карниза. Да, и карниз будет здесь. С подсветочкой. Должно быть все красиво. И выведен кондиционер. Провод под кондиционер. Кондиционер будет спрятан в эту нишу вверху. Кондиционер будет невидим. И есть еще розетка для гирлянды. Тоже такой маленький бонус. Новогодние праздники и все такое. Включили. Имеем красоту. Ну и сам щиток. Смотрится очень красиво. Он наружный. Есть варианты. Можно сделать внутренние. Но здесь, во-первых, потому что здесь монолитная стена. Ее шторбить глубоко нельзя. Ну, тоже смотрится очень красиво. Так, все разведено. Подключено. УЗО. Слаботочка. Контроль напряжения. Ввод. Есть отдельные у нас автоматы на водонагреватель. На санузел. На полотенцесушитель электрический. Кондиционер. Комната. Кухня. Варочная панель. Послононочная машина. И духовка. В квартире натяжной потолок. Стены. Где-то обои. Где-то декоративная штукатурка. На полу ламинат. Может быть, кварцвинил. Кварцвинил я все-таки советую замковый. Потому что клеевой. Любит идеально ровную поверхность. Нужно стяжку заливать. Ну, и потом качество разное есть. Встречали такой кварцвинил. Где как-то его не ворочай, как не клей. Все равно есть промежутки там. Ну, до миллиметра. Это не очень красиво. А замковый. Он стыкуется просто идеально. В санузлах плитка. Плитка пока неизвестна будет какая. Натяжные потолки. Ну, и, конечно, будет подчеркивать ремонт. Светильники. Розетки, выключатели. Полотенца-сушители. Сами двери. Дышевой поддон. И все такое. Тоже это немаловажно. Ну, и гардеробная. Конечно, здесь можно задействовать ее по полной. Места предостаточно. Штукатурка была. Гипсовый рун в одностенах. В санузлах все равно песчаные. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. И до новых встреч на очередных объектах. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова